На этом полигоне с осени прошлого года занимаются те, кто готовится вступить в ряды российской армии. Обучение здесь прошли уже свыше тысячи человек. Сегодняшние бойцы в обычной гражданской жизни – строители, топ-менеджеры, директора фирм. Но они забывают на время свои имена. Вместо них – позывные. Авва уже через месяц отправляется на передовую. Вызов брошен стране, вызов брошен каждому мужчине. Я принял этот вызов. Настрой очень боевой. Ну, я понимаю, за что я иду. Чтобы поступить на военную службу по контракту или стать добровольцем, нужно обратиться в пункт отбора или военкомат по месту жительства. Заявку можно подать также через личный кабинет на сайте Минобороны или на едином портале госуслуг. Сейчас схему прохождения медкомиссии сделали более удобной. Вопрос рассматривался на оперативном совещании в областном правительстве две недели назад. Тогда, чтобы получить заключение, бойцам нужно было ездить из одной клиники в другую. А это время и деньги. Они идут туда по зову сердца. Они идут туда, понимая, что их товарищам там сейчас нужна помощь, как никогда. Для того, чтобы бойцы, которые там год больше, поменьше, могли в отпуск прийти, родных своих увидеть и обнять. Вот они для этого туда идут. Понимают они, что такое родину защищать и родине служить. Низкий поклон им, защитникам Отечества и максимальные преференции и удобства мы обязаны создать. В итоге вопрос удалось решить. Бойцы оценили перемены. Удобно прийти в одно здание, в одном помещении, где тебя встретят, сразу тебе встретят. Ты врач, пройдешь, ты ЭКГ, флюорографию, знаешь, кровь. И тут же тебе военная врачебная комиссия сразу. Раньше было как? Надо туда-сюда съездить. Это и время, и деньги. Сейчас все в одном месте, все быстро и хорошо. Все в одном месте. Никуда там по больнице мотаться не надо, все удобно. О том, что время – это один из ключевых факторов, точно знают на передовой. Важен каждый день, и здесь по-другому начинаешь ценить часы и минуты. Объятия жены и сына – самое приятное событие за полгода. Именно столько старший лейтенант морской пехоты, житель Киночеркас, Олег Джасимов, провел в войсках. Я воспитывал на личном примере. Он у меня сотрудник Министерства внутренних дел. Всю жизнь был с большой выслугой. Соответственно, я тоже, глядя на пример отца, пошел работать в структуру, защищать права и интересы граждан. Отцом всегда гордился тем, что он очень спокойный, сдержанный, добрый человек, отзывчивый. Никому никогда в жизни не сделал плохого. И все, соответственно, пользуются заслуженным почетом и уважением. Теперь и в рядах вооруженных сил. Старший лейтенант Олег Джасимов вместе с однополчанами в новогоднюю ночь находился в здании ПТУ в Макеевке. Уцелел под обстрелом ВСУ и помогал вытаскивать раненых. Сын рассказывает, когда узнали о трагедии, очень переживали. Сразу выйти на связь у защитников не было возможности. На месте уже 4 января работал Дмитрий Азаров. Тогда оперативные решения помогли увидеть ситуацию изнутри и помочь военнослужащим. На высшем уровне, конечно, оцениваю помощь губернатора. Это с самого начала, даже еще до этого обстрела. Это гуманитарная помощь, встречи с личным составом, с мобилизованными. В Ростове организация вот этого видеомоста. Все с благодарностью очень отнеслись к предложению, когда предложили, что так и так приедет губернатор, будет организована видеоконференция, видеомост, вернее, с родными и близкими. Вот тот самый телемост. После трагедии военнослужащие восстанавливались на базе в Ростове-на-Дону. Здесь были и медики, работали психологи. Но увидеть близких тогда было очень важно. Привет, Оль. Привет. А вот тебе видится. Хочу тебе сказать, что мы с тобой договаривались, что ты не будешь ждать следующего звания и вернешься пораньше домой. Спасибо. И еще ты мне должен фотосессию на серебряную свадьбу. Она у нас не состоялась. Ну, давай тогда отметим 26 лет совместной жизни. Так что жду тебя, Крета. Хорошо. Ну, пока. Целую. Получилось приехать даже раньше лета. По поручению президента России, каждому военнослужащему раз в полгода положен отпуск. Две недели без учета дороги. В регионе уже разработан специальный проект «Возвращение». Цель – оказать всемирную поддержку бойцам. И, судя по всему, это получается. Владимир Путин предложил другим регионам заимствовать опыт Самарской области. Я, честно, всем коллегам сказал, вот мы должны предложить защитникам нашим там и экскурсии, не знаю, там и походы какие-то, и вот медицинскую помощь, там путевки выходного дня тоже проговаривали. Я говорю, ну, главное не замучить, потому что они все-таки приезжают родных, близких увидеть. Съемочная группа присутствовала только в начале встречи. Причин несколько. Первая – все же беседа неофициальная. Вторая – пока глава региона был у семьи военнослужащего, журналисты общались с семьями учителей и медиков. В светлый праздник Пасхи они готовились к новосерию. Елена Захарова 20 лет отработала на скорой помощи в Кенет-Черкассах. Сейчас фельдшер в неотложке. Своих квадратных метров не было. С дочерью жила у родителей. В эту двухкомнатную квартиру женщина переедет по договору найма. Эмоции переполняет. Мы очень рады, мы ждали, мы довольны. Дом красивый, все устраивает. Большое спасибо Дмитрию Игоревичу, потому что благодаря вот таким программам мы можем улучшить свои жилищные условия и въехать уже в готовые комфортные квартиры. Трехэтажный дом построен в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». По условиям программы через пять лет семья сможет выкупить жилье за 10% от стоимости. Через 10 лет за 1%. Это современное, новое жилье. И я думаю, что есть такое выражение, где родился, там он пригодился. Не просто для молодых специалистов, которые остаются в силе, предоставляется работа, но и такое прекрасное жилье. И как бы для семьи, так как у меня молодая семья, маленький ребенок, это 80% успеха твоего. То есть можно спокойно работать. Всего в Киночеркасах, в этом трехэтажном доме, новоселье справили 16 семей. Учителя и медики. «То есть здесь горячая вода именно в колонке? В колонке. Но это с людьми согласован был такой подход. У нас здесь нет. Потому что, в общем, есть теплоснабжение, может быть, ЛГВС, но решили так сделать. Здесь гораздо удобно. Видишь? Согласны с этим? Да. Всегда горячая вода. Хорошо. Комфорт не только дома, но и на работе. Сферам образования и здравоохранения в регионе внимание особое. На этой неделе очередное пополнение автопарка медиков. 105 машин. 94 будут работать на неотложке, 11 – в скорой. Видеонаблюдение, кондиционер. Намного удобнее сиденья сделали. Ну, соответственно, удобнее и фельдшерам также работать. Вот эти машины точно приковывают взгляды, сделанные на базе «Лады Нивы». Водитель на такой будет работать впервые. Уже все внимательно осмотрел. Доволен. Здесь, как сами видите, полноценные кресла, как машина скорой помощи, укомплектованная двумя сиденьями, ну и различными приборами. У меня в жизни это пятая Нива, четыре свои были. Это судьба так преподнесла, у меня пятая машина, но таких еще не было. Я горжусь. Удобно будет здесь врачам и пациентам. Пространство продумано до мелочей. Внутри хоть и компактно, но есть все необходимое. Место для капельниц, светодиодные подсветки, пульт управления центральным кондиционером и вентиляцией, дезары, вот эти, и место для кислорода. Ну, понятно. Ну, все остальное оборудование, носимое здесь, оснащается. Лилия Малкина работает в Ставропольском районе. Сегодня получила ключи от семи авто. Главный врач рассказала, за последние годы в больнице не только обновили парк машин, но и доукомплектовали. Это позволяет оказывать помощь пациентам на более высоком уровне. Район наш Ставропольский уникальный, самый, наверное, один из больших, вокруг города Альятия, Жигулевская. Диаметр это 200 километров, радиус более 80 километров, поэтому для нас транспорт, это, наверное, самый тот, как говорится, двигатель, который может приблизить медицинскую помощь к пациентам, потому что, на самом деле, транспорт нам дает мобильность, мобильность нашим медицинским работникам, быстрее доехать, быстрее обслужить. Я работаю очень много, более 40 лет в здравоохранении, поэтому я считаю, что вот такого продвижения, наверное, не было давно. В Самарской области полностью обновлен парк скорой помощи. в регионе уже не используют машины, которые не соответствуют нормативам. За последние годы было приобретено почти 700 автомобилей. Вы откуда? В Краснодарский район. Ну давай, не подведи. На новом автомобиле. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Глава региона сразу отправился на коллегию Минздрава. Подводят итоги года, обозначают планы. Понятно, что успехов немало. Повышенное внимание медицине в губернии стали уделять еще до ковида. Это как раз и позволило пройти более спокойно самые тяжелые времена. За последние годы в регионе построили 115 медучреждений. 192 капитально отремонтировали. Возродили санавиацию. Она не работала более 35 лет. Но при этом и проблемы по-прежнему есть. Один из главных вопросов кадровый. Специалистов. Не хватает. Приходят. Ну не скажу, что прям вот совсем много. И так, как хотелось бы. Ну, тем не менее, да, приходят молодые специалисты, которых мы вот просто с таким огромным желанием и удовольствием ждем, чтобы вот их научить. Потому что работа интересная. Она в себя влюбляет. По самым востребованным специальностям в регионе даже установлены дополнительные выплаты. По поручению губернатора сформирована и специальная комиссия. В нее вошли представители контрольного управления, общественной палаты, регионального отделения Народного фронта. Уже на этой неделе группа приступила к работе в центре внимания те больницы, на которые поступают жалобы. Дмитрий Азаров подчеркнул, развивать отрасль медицины активно будут и дальше. Ведь это жизнь и здоровье людей. В кратчайшие сроки нашли возможности и поставки оборудования, заново выстроили логистические цепочки. Конечно, эти навыки нам крайне пригодятся и в дальнейшем, коллеги. Мы видим, что вот эти несправедливые санкции ужесточаются все больше. Конечно, параллельно развивается и фармацевтический кластер в стране и в нашей области. Но и к новым сложностям мы с вами должны быть готовы. О том, что от позиции и работы людей зависит очень много, говорили на совещании и у президента России очередное заседание Совета по развитию местного самоуправления. Накануне Владимир Путин обновил его состав. В него вошли 69 человек. Руководители правительства России, администрации президента, федеральных министерств, главы регионов и городов. В утвержденном президентом списке только 11 губернаторов из 89, в том числе руководитель Самарского региона, Дмитрий Азаров. Когда в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем. Такой подход к делу особенно важен при поддержке семей участников специальной военной операции. Муниципалитетам, их сотрудникам здесь принадлежит особая роль. Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи. Я хочу это подчеркнуть. Каждой такой семьи. Съезд Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области Дмитрий Азаров проводит на следующий же день после совещания у Владимира Путина. Это, по сути, продолжение обсуждений темы. Губернатор обозначил основные акценты, озвученные в Кремле. И, судя по перечню, они полностью совпадают с тем, как сейчас работают в регионе. Оценка этому есть и от населения. Слово взяли руководители районов, городских и сельских поселений. Они передали главе области слова поддержки от жителей территорий. Все они смотрели в марте встречу с Владимиром Путиным, в ходе которой стало известно, Дмитрий Азаров будет баллотироваться на пост главы региона. Наш регион возглавлен в непростой период. Мы за эти несколько лет регион испытал и ковид, и, конечно же, испытание очередное в целом, как и вся наша страна, специальная военная операция. Многие жители задавали вопрос, а как же получится, а что будет, а что будет дальше. Но те изменения, которые произошли, они поражают, я еще раз хотел сказать. Появляются новые объекты здравоохранения, появляются новые объекты образования, огромное количество строительства дорог. Я бы хотела сказать, что от всего Красноярского района мы готовы поддержать вас в выборах на этот важный пост. Мы видим, сколько вы делаете на благо нашей Самарской области, на благо нашего Красноярского района и, в частности, я скажу за себя, на благо даже нашего сельского поселения Новый Буян. Вот, я думаю, что все меня поддержат. Дмитрий Ильич, мы готовы поддержать вас в этих выборах и я думаю, что победа будет за нами. Спасибо, Елена Геннадьевна. Елена Геннадьевна, вот Буян в сказочных преданиях это такой лубочный остров Град, знаете, волшебный практически, а у вас Новый Буян. Вот, давайте постараемся работать так, чтобы действительно люди жили в Новом Буяне, как в новой сказке современной. Как и сказал президент России, сейчас одна из основных тем это поддержка защитников Отечества и их близких. В Самарской области первый в стране разработан социальный паспорт семьи военнослужащего. Сейчас опыт уже тиражируется в других регионах. Задача системы фиксировать обозначенные проблемы и отслеживать их решения. К бойцам на передовую регулярно ездит и губернатор. Решить адресные вопросы, передать дополнительное оборудование. Сергиевский район поражает вам полную поддержку. Хочется отметить, что в такое непростое время, когда на территории нашей страны проводится специальная военная операция, как никогда важна консолидация нашего общества во имя одной цели, во имя победы. И такая консолидация есть. Об этом можно судить даже по докладу Елены Лапушкиной. Она, как председатель Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области, обобщила опыт всех территорий. По развитию местного самоуправления регион в числе лидеров в стране это во многом и предопределяет успех губернии по многим позициям. Когда мнение людей ключевое, активность высокая. До конца марта 2023 года представители муниципальной сферы подавали свои предложения, презентовали лучшие муниципальные практики. Муниципалитеты нашего региона подали наибольшее количество инициатив, свыше 12 тысяч. В сравнении с представителем муниципалитетов других субъектов федерации. Речь на совещании шла и о национальных проектах. Благодаря им в регионе строят детские сады, школы, больницы. Особый акцент сейчас на общественном транспорте. На закупку выделяются дополнительные средства. Губернатор поручил главам сельских муниципалитетов проработать и вопрос создания гостевых маршрутов. Ведь понятно, какие территории наиболее посещаемые. Их в первую очередь и надо приводить в порядок и решать вопрос комплексно. Коллеги, я напомню цитату президента, который он сказал, я ее себе отдельно вчера записал в ходе обсуждения в рамках Совета по местному сумму управления. Местным всегда виднее, что улучшить. Вот, коллеги, нам здесь, на родной земле, вам конкретно, в вашем муниципалитете, районе, селе, городе виднее всегда, что улучшить и что, и как сделать. Поэтому из этого надо исходить. Из этого. Как раз этому принципу исследовала глава Самары, когда выполняла поручение Дмитрия Азарова по ситуации с созданием бывшего детского сада «Петушок» на улице промышленности. Вопрос был проработан детально и стало ясно. Резонанс искусственный. По данным мэрии, очередность в дошкольные учреждения в этом микрорайоне отсутствует. Более того, на участке не будет ничего возведено, пока это не решат совместно с жителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова